друзья привет я вачи давтян предприниматель и бизнес тренер прошлом ролике мы поговорили про план дня и вы распределили задачи на важные и неважные срочные и срочные теперь что делать с важными задачами их не так много и должно быть на буквально две-три задачи которые дают 8 процентов результата их нужно решать в так называемый золотой час нужно уходить от многозадачности многозадачность на сегодня это бич 21 века эта проблема подавляющего большинства людей представьте себе если бы бетховен пытался бы писать свои пьесы в процессе многозадачности если бы шекспир пытался бы писать свои произведения а в это время кто-то заходил бы ему приносили бы чая задавали бы какие-то вопросы кто-то приходил бы просил бы у него автограф какие-то интервью убрали бы и так далее они написали бы свои произведения мог бы леонардо да винчи создать такие потрясающие картины нет конечно что они делали они очень сосредоточенно занимались только одной задачей ни на что не отвлекаясь течение достаточно долгого времени вот этот процесс мы назвали золотой час это уход от многозадачности почему это важно исследования показали что когда мы каждые несколько минут переключаемся на разные задачи то есть там три минуты значит я там сижу пишу какую-то очень важную там важное письмо потом не приходит какое-то сообщение тут же переключился смотрю мне кто-то что-то написал давай-ка я быстренько ему отвечу в телеграме о мне там вайбере пошло у тут кто-то еще позвонил и так каждый ну по статистике нас отвлекают среднем каждые восемь минут и отвлечение длится примерно пять минут и нужно еще пять минут чтобы прийти обратно к своей задачи мало того 40 процентов задач остаются незавершенными то есть 40 процентов задач мы к ним не так и не возвращаемся а потом вдруг вспоминаем о боже я же значит не завершил это письмо не дописал я же должен был позвонить таком-то человеку обещал ему я я был в это время занят и бы сказал что эти перезвоню через час а уже вторые сутки не набираю и это очень серьезная проблема еще по одному из исследований когда одна бизнес-леди пыталась одновременно давать поручения помощницы отвечать на email и и отвечать еще на звонки и на это ушло час времени когда попросили сделать то же самое последовательно у нее на это ушло всего 13 минут то есть многозадачность умешает нашу эффективность от 5 до 10 раз и так что делают эффективные люди у них есть так называемый золотой час наверняка у вас тоже есть некое время когда вы занимаетесь это важными делами но к сожалению большинства людей это время обычно после работы но когда все уже разошлись когда этого хаоса уже нету когда уже тебя не дергают никто не посылает какие-то сообщения и ты садишься и начинаешь уже в тишине заниматься действительно важные задачи но в это время нужно ехать домой нужно восстанавливаться нужно заряжаться энергии для того чтобы завтра прийти уже с новыми силами приступить задачи а мы сидим и занимаемся действительно важными делами потому что нас никто не отвлекает но нужно создать ту же ситуацию но днем когда у нас максимальная энергия с утра до где-то часу дня но условно день это все таки у некоторых людей это ранее утро у некоторых это середина утра у некоторых это это где-то середина дня тогда когда у вас максимальная энергия и вы должны в это время в течение от получаса до полутора часов создать такую атмосферу в которой вас никто не будет отвлекать договоритесь с коллегами найдите какое-то тихое место поставьте телефон беззвучный режим или вообще в авиа режим потом смски придут кто звонил вы перезвоните ничего страшного не случится мир не обрушится и за эти там полчаса час ничего такого сверхъестественного не произойдет и вы садитесь и начинаете заниматься действительно важные задачи какой-то стратегической потому что важные задачи они требуют сосредоточенности погружения но я могу сказать по себе что когда я делаю какой-то проект или когда мы садимся и начинаем делать стратегическую сессию или думаем о будущем или когда просто я занимаюсь очень важной задачей первой подготовкой к тренингу это что-то новое там не нужно минимум пять-десять минут а иногда 15-20 что просто погрузиться в это состояние отключить мысли от хаоса всего дня когда там залетела куча всего и ты думаешь оу там кому-то позвонить какое-то сообщение написать от этого чтобы отключиться нужно минут 15 и потом я погружаясь в состояние которое чик сайт михай описывал как состояние потока и в этом состоянии я максимально эффективен и потом мне нужно еще полчаса минут сорок чтобы получить классный результат мы это называем золотой час введите у себя золотой час хотя бы на полчаса минут сорок делаете самые важные дела увеличивайте эффективность от 5 до 10 раз и получаете кайф от результата удачи вам друзья если вам понравилось это видео и будет приятно если вы поставите лайк и оставите свой комментарий